В сегодняшней рубрике «Мелочи жизни» покажем позитивную и не очень мелочь, снятую буквально на одном месте. Подробности в нашем традиционном выпуске. По народным и церковным канонам этот год отчасти немного странный. Дело в том, что все важные праздники весенние переносятся на более ранний период. Вот буквально на следующей неделе уже начинается Масленичная неделя. А это значит, что городской елке уже не место на Соборной площади. Именно поэтому буквально на днях елку спилили почти под самый корешок, оставив пень для будущей Масленицы. Тем самым можно считать, что новогодние праздники наконец-то закончились, а это значит, что и Ледовому городку осталось жить недолго. Вполне возможно, и его скоро также демонтируют. Отрадно понимать, когда снятые нами мелочи постепенно притворяются в жизни. Буквально в конце прошлого года мы снимали это место. И тогда я посетовал на то, что здесь нет пешеходного перехода. И клиенты магазина продуктов переходят дорогу на свой страх и риск. В начале года знаки появились. Но и тогда все было неправильно. Потому что, переходя дорогу, мы упирались в снежный вал. Теперь же все изменилось к лучшему. Здесь появился деревянные ступени. Кто сделал ступени, не знаете? А когда? Два дня назад. Ясно, спасибо. Прекрасно, что нас услышали и сделали правильный спуск для пешеходов. Отныне ходить в магазин и просто пользоваться пешеходным переходом безопасно, комфортно и удобно. Но не обойдется и без ложки дегтя. Здесь же, рядом с новым торгово-гостиничным комплексом, мы также сетовали на то, что ступеней, по которым сейчас поднимаются пешеходы, не было. И людям приходилось выходить прямо на обочину. Вот они, старые деревянные перила. В принципе, их еще даже видно. Однако, столкнулись мы с такой проблемой. Подниматься по этим лесенкам после снегопада, когда ступени грязные, либо просто лицам, будучи в преклонном возрасте, а может быть, немножечко в состоянии какого-либо опьянения, будет опасно. Дело в том, что здесь нет никаких поручней. Посмотрите сами. Бетонные ступени есть, а держаться не за что. А учитывая, что пешеходами являются чаще всего все-таки люди престарелого возраста, все-таки необходимо внести сюда конструктивные изменения и сделать, ну, хотя бы деревянные, хотя бы простые, но поручни, за которые было бы удобно держаться, спускаясь и поднимаясь по этим лестницам.